Всем привет! Сразу подписывайтесь на канал, если ещё этого не сделали, и наслаждайтесь отличными самоделками. Поехали! Зима уже, можно сказать, настала. По крайней мере, уже достаточно холодно, чтобы отапливать свои гаражи и мастерские. Дрова дровами, но альтернативные виды топлива никто не отменял. Но если те же опилки просто забрасывать в топку, не каждая печь выжмет из них максимум. А чтобы это произошло, можно сделать из них брикеты. И это станок для производства таковых. Он прессует смоченные опилки или любую другую смесь из того, что горит, и после сушки они уже становятся полноценными дровами. Отличный вариант места для хранения свёрл можно сделать, использовав совсем немного материала, а точнее фанеры. Что удобно, все они будут легко доступны, разделены по типу и размеру. А во время работы, благодаря петле, эту полку можно повернуть, чтобы ничего не мешало. Далее хочу вам показать станок, который представляет собой нечто среднее между сверлильным станком и токарным. Хотя функционально он всё же исключительно сверлильный. Тем не менее, приложив немного старания, можно его и до лёгкого токарного довести. В данном же случае его исключительная способность заключается в том, что он позволяет просверливать отверстия в целедрических деталях ровно по центру. Например, если нужно сделать отверстие в болте. А токарного станка у вас нет. Такая самоделка – это выход. А если думаете, что ваша дрель уже старенькая и не потянет, то обновить никогда не поздно. Попробуйте поискать на e-каталоге. В плане поиска он очень удобен. Нужно просто в фильтры вбить характеристики, что вас интересует. Ну, основные – это производитель, мощность и вид патрона. Остальное на выбор. Далее, во-первых, конечно, нужно почитать отзывы. Кстати, на модели, с которыми вы уже работали, можно добавить свой. А во-вторых, это отфильтровать цены. Я лично выбираю, где дешевле. Ну, а зачем переплачивать? Если согласны, жмите лайк. Ссылку же на e-каталог оставлю в описании. Для тех же, кто увлекается столяркой, есть отличная идея по склейке щитов. Получилось что-то вроде корпусных струбцин. Они позволяют стягивать бруски между собой, при этом выдерживая одну плоскость. После склейки такими самодельными струбцинами плоскость получаемого щита близка к идеалу. По крайней мере, работы по выравниванию будет меньше, чем в том случае, если просто стягивать брус друг к другу. Ну и для сварщиков тоже есть интересности. Это универсальное устройство для удержания заготовок при работе с листовым металлом, а также с трубами. Эта самоделка помогает выдерживать 90 градусов при фиксировании деталей в любых положениях. При этом можно приваривать заготовки, одновременно удерживая их как поперёк, так и вдоль основания. Если что-то особенно интересно, ссылки на полные ролики с этими самоделками будут в описании. Если вам понравилась подборка, не забудьте поставить лайк и поделиться видео в соцсетях. Ну и подписывайтесь на канал, в следующих роликах будет что-то интересное. Всем добра и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok